Друзья, всем привет! Меня зовут Валерий. Сегодня хочу вам показать вот такие вот скобки, как их изготовить, какие размеры у них. Это скобки для акматовильца, наматывать шпагат. В магазине продают в готовом виде, можно купить вот в таком готовом виде. Скобочка, на ней намотан шпагат, 8 метров. Такое колечко, оно застегивается, расстегивается. Можно снизу на стебель огурца пристегнуть, привязать по шпагат, ну и наматывать, соответственно, потом по мере роста огурцов на шпагат наматывать. Ну, как огурец достиг уже потолка, уже некуда ему расти. Здесь мотовильца снимается, она висит на крючку или на шурупе, или на чем там вы сделаете. У меня рейка сверху сделана, в теплице, везде, с обоих сторон, и там вкручены шурупы. И туда их вешаю, на мотовильце. По мере роста снимаю, переворачиваю на один или два оборота вниз, и снова вешаю. Ну, а снизу, соответственно, плеть складывается в круг. Раньше планировал, чтобы их по очереди, с одного крючка снимать и на другой вешать, так по кругу идти. И чтобы плеть снизу по кругу, так по всем растениям шла. Эта задумка у меня не получилась, потому что сорта огурцов разные и по-разному растут. Даже одинаковый сорт, но условия в земле различные, и они тоже по-разному растут. Потом пришел к выводу, что каждый огурец надо отдельно складывать в кружочек снизу. Ну, и в прошлом году я это складывал, и так это у меня получилось. Кто хочет посмотреть, пришлогодние три ролика я делал, как это происходило, и с какими проблемами столкнулся я. Все там увидите, что вас ожидает. Как устроена эта мотовельца? Высота ее вот отсюда до сюда 18 сантиметров, отсюда до сюда 24 сантиметра, ну и ширина тут около пяти. Да, 6 сантиметров ширина, отсюда до сюда 6 сантиметров. Намотана 8 метров, можете 8 мотать, можете 10 мотать. В прошлом году на некоторых огурцах 8 метров мне не хватило, и пришлось еще мне 4 метра добавлять, и некоторые плети почти до 12 метров вышли, а некоторые только до половины вот этого, чтобы у меня тут было 4 метра. Вот такие условия. Ну, в этом году, сейчас потом на плеть, что шпагат потом складываете вместе с плетью снизу, он в течение сезона отчасти, что перегнивает, ну и тут часть придется отрезать. Я еще это не делал, в этой цели я вот купил шпагат еще и прогнившую часть оторву или отрежу, ну и добавлю соответственно новую часть. Ну а снизу просто между этих колечек, если вы будете делать, то можно просто петельку снизу вокруг огурца такую не затягивать, а слегка так, чтобы место было делать и все, и не надо никаких колечек тоже пойдет. Теперь материал. Это достаточно жесткий материал, столистая проволока, 3 миллиметра толщиной. Можете взять 4 миллиметра, чтобы она была более устойчивая и не такая столистая. Ну вот, желательно, чтобы она была остальная. Такие вот крючки, шурупы закрученные, я на них вешаю просто-напросто. Шпагат надо поменять на этих мотовильцах на всех, но тут сверху у меня вот так вот она все сделана. Сегодня надо еще у меня заняться огурцами, подвязать их все, потому что они уже в таком состоянии, что их надо подвязывать. Ну, на этом все, пишите, как вы закрепляете, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи!